На сцене ДК Металлурга вырубился крем-мастер. Обвешанная булавками, Женька подпрыгнул со своей бас-гитары, присоединился, подскочил к микрофону, начал не ворать. У края сцены десятка два панка прыгали вверх-вниз, делали побо. Тянулись руками к Женьке, пытались схватить его за одежду. Одного посадили на сцену, он сделал стейдж-дайвинг спиной назад. Я поднес губам бутылку пива, глотнул, догнулся по сторонам. На сиденьях у разодранного дерматина со скучающим видом сидели люди, которым панк был до заняться, ждали выступления следующих групп. Таких было больше половины. Под потолком висела позолоченная люстра с большим круглым белым плафоном. Она висела здесь еще лет 15 назад, когда я приходил ДК смотреть кино. Тогда на некоторые фильмы в кинотеатр не пускали, кроме детей до 16 лет. А здесь на это не обращали внимания. Песня закончилась. На сцену выбежал организатор фестиваля, Джим. Хипанул Кашпук-50, растет на такт-зеленом пиджаке поверх майки Ладзеппелинг. В вытертых джинсах с хвостом волосы оделся на спереди. Спасибо группе Кремастер, крикнул микрофон, отталкивая Женьку. Но мы еще две песни не сыграли. На чему? Извините, ребята, ничего не поделать. Групп много, кореографик так уже сместился. Панки у сцены орали. Еще! Еще! Джим сказал микрофон. А сейчас на сцену приглашаются спонсоры фестиваля. Представители медкомбината. Нахуй, нахуй! Заорали панки. И за кулис вышли тетка и дядька. Она за клубом комбината. Толстожопая в серой юбке и розовой кофте. Он за предправкован. Мы, средущие святые поясы. Мы очень рады поприветствовать всех вас на этом интереснейшем мероприятии. Затарахтело замклубом. Мы на комбинате придаем работе с молодежью. Панки продолжали скандировать. Нахуй, нахуй! Джеймс сбоку сцены что-то говорил ментовскому майору, показывая на тусовку банков. Мент лениво отмахнулся. Кто-то трогал меня сзади на плечо. За плечо. Я обернулся. Это был Серега Староградцев. Он был в рваных джинсах, маке гражданской обороны, с бутылкой пива в руке. Мы с ним не виделись года два. С тех пор, как я ушел из многотиражки. Мы черкнулись бутылками. Каждый сделал по глотку. Как дела? Серега разглядывал меня. Сто лет я не видел. Ты пропал куда-то из концами. Ты где-нибудь работаешь? Нигде. А как живешь? За что? Я повел плечами. Да, я слышал, у тебя что-то случилось. Только краем уха, без нюансов. Кто-то у тебя погиб, да? Да, девушка разбилась на машине в Германии. Заснула за рулем и вниз с моста. Давно? Уже почти два года. Ну, за упокой ее души. Мы не черкай сделали по несколько глотков. Слушай, знаешь что? А приходи работать к нам в агентство. Ким? К опирайтера. Ну, а что это такое? Типа автор текстов. У нас там коллектив сейчас собрался любопытный. Все люди интересные, со вкусами, смыслом музыки, кино. Я поглядел на сцену. Под крики банков спонсоры отвалили за кулисы. К ремастеру я, кстати, отношусь весьма неплохо. Серега двинул бутылку в сторону сцены. И с Женей знаком, но мы давно уже не виделись. Ты, вроде, с ним учился в универе? Да. А я, ты знаешь, раньше панк не уезжал. Стереотип такой, что это музыка дебилов и придурков. Все из-за гроб таких, как «Сектор года», которые использовали панковскую атрибутику, чтобы прикрыть свой собственный идиотизм. Потом уже, когда Санчес к нам пришел и дал мне послушаться альбомы «Гражданской обороны», вот тогда я понял, что это такое. И что все это вышло в своем стиле. Ну, как битхомер, в классике. А поясни мне, что здесь происходит за херня, я сказала. Директор комбината не нам видит банком, а комбинат становится друг спонсоров концерта, на котором крим-мастер и еще минимум две банкоманды. Нет, пояснить я тебе это не могу. Все это не из области рациональных объяснений. На сцену вышла следующая группа. Волоса-то кожаные медалисты. Ну, если не увидимся еще на фесте, то вот здесь мои телефоны. Серега ломил из кармана разноцветную визитку, дал мне. Я засунул в карман женского.